Чтобы записаться на прием к врачу, этим пациентам пришлось простоять в очереди около трех часов. Теперь эту проблему можно решить, не выходя из дома. Также в поликлиниках есть информаты, но граждане почему-то предпочитают живую очередь. Мы привыкли вот так. Привыкли приходить, потому что придешь и сразу вот как-то... Ну, я хочу сказать, попадаешь, уже мы знаем график и попадаем к своему врачу. Гораздо сложнее девушка, я уже говорил. Времени больше, и у них нервотрепки больше, и у посетителей больше нервотрепки. Записаться к врачу с понедельника по субботу можно как в интернете, так и по многоканальному телефону. Взять талон на посещение доктора можно и привычным способом в регистратуре. Все участники процесса, регистратура, колл-центр и информат объединены одной системой. А все предложения и замечания по обслуживанию можно озвучить по телефону. Вы когда хотите записаться на прием к врачу, вы выбираете ту поликлинику, в которую вы хотите пойти, того специалиста и смотрите, когда у него есть свободное время. Выбираете время, там оно вам бы просто видно, когда вам удобно, и резервируете его под себя. Потом вы приходите к врачу, у врача есть список пациентов, которые записались через электронную приемную, через электронную регистратуру, либо по телефону, и в соответствии с этим списком врач принимает пациентов. Но как быть с теми, кто нуждается в неотложной медицинской помощи? Все боятся, что неразберихи и сбоев в очереди не избежать. Несмотря на то, что она требует еще доработок, но тем не менее мы все работаем по этой системе, и путаницы никакой нет. Больные могут записаться по интернету, по информату, который расположен в поликлинике, через регистратуру, двойников так называемых не будет, человека запишут на определенный день и час, и сбоев в этой предварительной записи не будет. Еще одна новость в модернизации госуслуг. У главного документа гражданина России паспорта появится конкурент – универсальная электронная карта. Изначально этот проект универсальной электронной карты задумался как единый ID гражданина, электронный паспорт гражданина. То есть на вот этой универсальной электронной карте будут записаны все ваши данные – СНИЛС, налог, ЕНН, дальше значит паспорт. Новое электронное чудо-карта заменит все социальные карты, а также многие другие документы. Полисы обязательного медицинского и пенсионного страхования, студенческие билеты и проездные документы на транспорте. Анастасия Билик, Роман Тёкин, ТВ-центр Тула.